Тут же еще один вопрос. Иисус. Да, мусульманам говорят. Иисус должен прийти и спуститься он должен где? На мусульманам говорят что? Мечеть с белыми миноретами. Кто там будет на тот момент находиться? Там будет находиться человек, который объединит всех мусульман. Это будет имам Маади. Туда войдет Иисус. Имам Маади до пришествия Иисуса сразится с войском Антихриста и он не сможет его победить. Послушайте. Не сможет победить войско Антихриста, потому что он не может победить Даджали. Ему Всевышний не дал победу над Даджалем. Проиграв первое поражение в этой битве, он будет готовиться к следующей битве, когда два ангела принесут Иисуса, он спустится. Нам рассказано, какая на нем будет одежда. Волосы у него будут доплеть. И они будут как влажные, такие волнистые у него волосы будут. И когда он откроет дверь в мечеть и войдет, он поздоровается с имамом Маади, асалам алейкум. Он ему ответит, алейкум асалам. Имам Маади отойдет в сторону и скажет, он узнает Иисуса, он скажет ему, возглавь молитву. Он скажет, нет, их титаму прозвучало для тебя. Они вместе встанут и помолятся. И до слова этот день ознаменует объединение войска мусульман и христиан в битве против войска Даджари. Иисус впереди, и все люди верящие в Бога за Ним. И только Иисус может победить антихриста Даджари. Только Он. Потому что Ему это дал Бог. Придет этот Иисус к нам, когда мы будем все в Его войске. Я задаю вопрос. Почему между нами не будет делений? Ответ. Иисус, когда придет, я спрашиваю, куда он пойдет молиться? В церковь или в мече? Ну, конечно, все говорят. В церковь, конечно. Я говорю, хорошо. И он придет и встанет, и будет он креститься наподобие свое. Что такое крест? Это подобие раскрятого Иисуса. Правильно? То есть крест к христианству пришел только после того, как Иисус вознесен на небеса. Только после этого. То есть получается, мы все будем за Ним стоять на коленях, и все мы будем преподать своими лбами к земле, и все мы будем воздавать руки к небесам и просить нашего Господа общего о том, чтобы Он над нами смилостивился. Я ему это объяснил. Он говорит, подожди, действительно говорит, ничего не скажешь. Иисус уже не может прийти и встать креститься на свое подобие. Значит, у нас с вами будет одна общая молитва. И значит, мы с вами будем одинаково молиться. Все. Вот это все. Мы должны это понять, поставить все точки на три, расставить все акценты, и тогда мы некоторые вещи сами перестанем между собой забивать клинья и говорить, что вот это так, вот это не так. Я опять говорю, как человек, который может от начала до конца цитировать, как говорится, и Ветхий Завет, и Новый Завет, и все писания, которые мы с вами сейчас могли бы обсуждать, я опять же говорю, я истинно верующий человек, который ждет пришествия Иисуса, и мечтающий о том, чтобы я оказался в его войске, потому что это верная дорога в рай. Потому что будучи в его войске, если мы сразимся с войском Даджаля, и ты погибнешь на этом пути, ты шахид. Для меня, как для мусульманина, нет ничего ценнее этого. Все. То есть встает вопрос, надо ли нам в этом случае друг с другом там о каких-то там нюансах разговаривать? Вообще не надо. Потому что мы ждем одного мессию, потому что мы хотим идти за этим одним мессией. И другой вопрос, кто может его послать? Называйте его отец, называйте его бог по-русски, по-чеченски называйте его дел, по-английски называйте его гад, называйте его на арабском Аллах. Это наш общий бог, создатель, который создал и небеса, и землю, и человечество, все, исходя из писаний, и христиан, и мусульман, и иудеев. Теперь задается вопрос. Иисус пришел, ему не спосылает писание кто? Как мы говорим, Аллах, вы говорите отец. А какая разница? Называйте его как хотите. Но он есть бог, который может на землю из глины сотворить пророка Адама, первого человека на земле, и вдохнуть в него жизнь. Из его ребра может, как говорится, сотворить Еву и вдохнуть в нее жизнь. И этот же бог может, как говорится, беспорочным образом святую деву Марию, как говорится, сделать так, чтобы она родила пророка Иису алейсалам. Это наш бог. И когда некоторые люди начинают там раскачивать, выдумывать, это все уйдет. Потому что Иису алейсалам, когда он придет, он нам всем объяснит, где мы заблуждались, где вы заблуждались, где он заблуждался, где он заблуждался. И мы все увидим истину. Вот она. А истина это и есть. Вот та самая вера, и вот та самая любовь, и вот та самая наша объединяющая сила, это и есть истина. Стремление к истине, это и есть та сила, которая нас приведет к победе. А вот когда люди сами себя загоняют под сатану, и они не хотят слышать истину. Почему? Потому что вот эта истина, она им удобнее. Ихняя истина Которую они для себя Удобно Нет, я извиняюсь